Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про Бураска. Наконец-то взял на нем 3 отметки, а значит время сделать гайдик по этому танчику. Бурасик ассоциируется у меня с таким вот шакаленком каким-то, который весь бой носится по всей карте. В любой момент готов из-под тяжка разорвать любого врага, но не до конца. Всяких недобитков мы можем за раз убить, но фуловые танки нам недоступны, поскольку у нас барабан всего на 2 снаряда с альфой 360. Плюс у нас еще пониженное пробитие, точность у нас финальная тоже плохая, есть только стабилизация и больше ничего нету. Наш шакаленок такой вот, приехал куда-то там пыщ-пыщ и уехал. Мы никогда не должны лоб в лоб с врагом встречаться, поскольку мы такой вот хрупкий танчик, в лоб особо мы ничего толком не пробиваем, и нам нужно все время действовать из-под тяжка по крысе, заезжая с фланга, обманывая врагов и убивая тех, кто ошибается, получая преимущество для себя и своей команды. Минусов, конечно, у этого танка довольно-таки много. Начнем с того, что орудие, оно все в минусах, кроме альфы и стабилизации. Точность у нас плохая, сведения у нас нету вообще, оно не сводится, пробитие у нас пониженное, даже голдой у нас пробитие такое себе. Поэтому лучше всего стрелять не в лоб, а где-нибудь с фланга, тогда и точность нужна не такая хорошая, чтобы наносить урон. Но даже с фланга стреляя по бортам, даже больших танков, все равно не всегда попадаешь. Поэтому нельзя быть уверенным в каждом выстреле. Наоборот, нужно скорее думать, что все время один снаряд куда-то там улетит. И никогда не загонять себя в тупик. Все время должен быть такой план, что мы приехали, пыщ-пыщ, уехали. Никуда зажиматься нам нельзя. Также у нас еще и уэнов особо никаких нету. Но перестрелки от башни нам будут неудобные, да и башня у нас не имеет никакой брони, как и в целом весь танк. Также из минусов этого танка очень плохая маневренность. Он очень плохо поворачивает. Когда вы жмете кнопку ехать вперед и поворачиваете, то танк практически и не едет, и не поворачивает. Для того, чтобы лучше поворачивать, нужно бросать W и просто поворачивать без газа. А потом, когда мы повернули насколько надо, тогда уже ехать прямо. То есть это какой-то трамвай. Конечно, если пространства много, то можно в принципе и газовать, и поворачивать. Но не на всех картах достаточно места, чтобы этот трамвай развернулся. Также из минусов еще прочность баков. Этот танк может по два раза за бой гореть, если враги будут удачно попадать вам по жопе и бортам. Если заранее говорить про оборудование, которое на этот танк я ставил, то самые подходящие два варианта. Вентиляция, стабилизатор и бакет, заполненные CO2. Либо стабилизатор, вентиляция, просветленка. И с тем, и с тем вариантом в принципе можно играть. Но вот если у вас не вкачан экипаж и нет инструкции на пожаротушение, и вы не сможете после каждого пожара тушиться очень быстро, то без укрепления в оборудовании баков практически все хп, которое вы тратите в бою, вы будете тратить на пожары. Ну и еще один огромный плюс у этого танка, у него великолепная маскировка. Но поскольку мы не легкий танк, то эта маскировка не имеет бонуса во время движения. И во время движения у нас маскировка хуже, чем когда мы стоим просто. Бурасик очень хорошо едет вперед, у него хорошая маскировка, довольно-таки хорошая альфа в барабане и быстро он перезаряжается. В целом орудие лучше, чем у любой ЛТ, которую можно встретить на восьмом уровне. И с легкостью мы можем и с СТшками поехать, и ЛТшку в бою мы можем заменить. Но если мы едем с СТшками, нам нужно помнить, что наш танк не особо маневренный, брони в нем нет, от башни на нем не поиграешь. Поэтому нужно ждать, когда СТшки начнут бой, и мы из-под тяжка по крысе, как шоколенок, выедем, раздадим барабан, уедем и будем ждать следующего удачного случая. Что касаемо, когда мы заменяем ЛТшку, нам всегда нужно помнить, что у нас нету бонуса к маскировке во время движения. Маскировка хоть и классная, но все же есть ЛТшки, которые могут нас легко пересветить. Этот танчик сейчас под рандом очень хорошо подходит, поскольку он может заменить ЛТ, которые иногда в бою даже есть, но часто они сливаются, и мы можем сыграть вместо них. Можем поддержать СТ, и в принципе носимся по всей карте, и подсасываем со своего барабанщика урон, плюс много светим. За счет альфы в 360 и быстрого КД в барабане, этот танчик очень много может накидывать в каждом бою. Но сказать, что этот танк легкий или приятный, такое сказать нельзя. Этот танк очень сложный, у него очень много минусов, а плюсы, которые не все смогут реализовать или понять. Также этот танк еще один из самых брошенных в игре World of Tanks. После того, как его получили за марафон, большинство сразу же перестали на нем играть чуть ли не в первый же день. Никто не захотел на нем больше играть. И сейчас на нем почти нет боев вообще, никто на нем не играет, поскольку его очень сложно реализовать. Играют на нем в основном те, кто хорошо играет, поэтому на этом танке сейчас планка на 3 отметки скачет от 3700 до 3800. Было нелегко преодолеть эту планочку и получить 3 отметки на этом танке, поскольку не каждый день рандом адекватен. У меня уже почти получилось взять 3 отметки, потом я очень сильно просадил отметку, потом опять набрал. В общем, рандом нестабильный, поэтому брать 3 отметки в выходной день это явная ошибка. Ну а так, в целом, этот танчик для чего нужен? Просто на фулл голде понагибать и суметь реализовать сложный танк, получить на нем 3 отметки и в общем-то и все. Фармить серебро он не будет вообще, это не профарм. Только разве что за счет на света можно пофармить серебро, но за счет урона точно нет, поскольку орудие очень косое и пробитие очень маленькое, как у льготного танка. Но в целом этот танчик очень хорошо подходит под рандом, но очень сложный. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока.